Добрый вечер, уважаемые присутствующие. Я буду говорить о португальском клубе «Спортинг». Некоторые называют его «Спортинг Лиссабон». Это не совсем верно. Мы очень горды тем, что нас называют «Спортинг Португаль», потому что наше название напрямую соотносится со страной нашего происхождения. И в нашей команде представлены игроки из разных городов. Итак, что же из себя представляет спортивный клуб «Португалия»? Прежде всего, только, наверное, Барселона может похвалиться тем же. Мы единственный клуб и единственная академия, которая на данный момент вырастила двух игроков, которые стали лучшими игроками мира по номинации «ФИФА». И по количеству наших участий в соревнованиях «ФИФА» мы занимаем третье место, только Барселон и Португ пособережаем. И мы также являемся наиболее успешными по количеству забитых голов в соревнованиях на группах «ФИФА». Мы также являемся и спортивным клубом, в котором представлено больше 16 различных видов спорта, которые представлены на Олимпийских играх. Конечно же, вы слышали о «Бенфико», о Порту, но в масштабах спорта вообще, не только в масштабах футбольной индустрии, мы являемся на «Бенфико». Итак, сейчас я расскажу вам непосредственно о нашей академии. Это человек, который подарил нам Роналдо, Футро, Фиго и Нани. Этот человек является лидером в области развития молодежного спорта. Именно он предложил создать так называемый разведывательный отдел, отдел скаутинга, благодаря которому футбольные агенты занялись рекрутинговой работой. И мы полагаем, что именно по этой причине, благодаря созданию такого отдела, мы впереди всех португальских клубов. В 2002 году мы построили комплекс нашей академии и инфраструктуру, что обошлось нам в многомиллионные влеванщины. Достаточно много города, которые находятся в свете. И здесь мы занимаемся воспитанием возрастной группы до 14 лет и до 12 лет. Эксен. Игроки Монтини, 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 Монтини и Монтини также пришли в нашу систему после того, как мы обустроили нашу академию. Но вы чуть позже поймете, что наша философия в осени основана на принципе победить любой ценой. Нет. Мы делаем акцент не на самокоманду, а непосредственно на игрока. Они должны выигрывать, они могут и проигрывать. Они должны научиться проигрывать, но правильно, так, как это выглядит надлежащим в наших глазах. И это, на наш взгляд, является наиболее позитивным и основным подходом к обучению футболу. За последние годы мы старательно оставляли кадры именно национальной сборной. Вы видите, с легкостью вы узнаете эти фамилии, которые пополнили национальную сборную. С 2008 года мы поставили 14 игроков в команду класса А. Это не только игроки, и 10 человек. Здесь и представители технического состава, 4 тренера. Некоторые уронизируют, что национальная продугальская сборная живет за счет Академии Спортинга. Я бы хотела сказать вам, что, безусловно, есть такой догмат, что вы должны быть игроком, бывшим игроком, бывшим тренером, чтобы потом работать в футбольной сфере. Это совершенно не обязательно. И прекрасный пример демонстрирует наша академия. Например, у нас есть сотрудник, который никогда не был профессиональным игроком, и он даже не прожил в партнегале, он приезжает к нам, но тем не менее, он является прекрасным специалистом-управленцем. Если вы пришли из футбола, вы сможете лучше понимать все нюансы футбола и игры. И если вы хороший правленец, вы сможете это хорошо регулировать. И именно это я бы хотела вам сказать. Вы должны быть в состоянии выстроить стратегию в виде развития молодежной политики. Если человек чувствует определенный драйв, он никогда не бросит свою работу. И это очень важно, чтобы этот человек был страстным поклонником этой работы, чтобы он был увлечен ею, и тогда он сможет воспитать замечательных специалистов. АПЛОДИСМЕНТЫ